Виктор, расскажите, пожалуйста, что за проект вы нам привезли и, в общем-то, что пензенские зрители увидят в чьи-либо-желые часы? Дело в том, что этот проект существует уже давно, и мы объездили 250 городов нашей необъятной страны, многократно были во многих городах. Это большой проект, создан был специально Московским театром Оперетты для пропаганды жанра Оперетты и мюзикла. И этот жанр как-то он незаслуженно не популяризируется на телевизионных экранах. Есть какая-то сознательная политика не пускать Оперетты на телевизионный экран. Это давно уже, это еще много лет назад это было. И как-то мы исчезли с экранов телевидения. А жанр Оперетты по-прежнему остается любимым жанром во всей необъятной Советском Союзе в России. Потому что жанр Оперетты еще с советских времен был действительно таким прогрессивным, жизнерадостным, комедийным. Он приносил людям оптимизм, настроение, какую-то красивую жизнь. Любой человек любит Кальмана, Легара, Штрауса. Кого вы не спросите, знают известные Арии, Мистера Икса, Помнишь ли ты, или песенку Бонни из Сильвы. Это, по-моему, знает каждый от мала до велика. И этот проект включил в себя все эти произведения, но в такой эстрадной манере. То есть идут минусовые фонограммы оркестровые, мы не можем возить оркестр, это достаточно проблематично. Но живой звук, мы поем солисты в живом звуке все, и очень много костюмов, балет, все время переодеваемся. И идет такой экскурс, начинает Кальман и заканчивается призраком в опере у Андреа Уллайт Уэббера. И это действительно имело огромный успех, потому что такого проекта не было за всю историю, и, наверное, не будет уже больше. Потому что как-то так много ездили, что уже, наверное, не то что перекормили, но, наверное, уже все знают этот проект, и поэтому как-то все хотят что-то новое. А в жанре опереоте и мюзика на самом деле не такой большой репертуар. Мы все время возвращаемся к тем же шедеврам, которые есть, их не так много на самом деле. Обычно мы ездим в таком режиме, там 12-15 артистов балета и 3-4 солиста. В этот раз 3 солиста. Это звезда мюзикла «Чикаго», «Ноттердам», «Макс Новиков», солистка Ольга Ратникова, ведущая солистка Московской театрапии, и заслуженный артист России Виктор Богаченко «Это я». Проект такой очень успешный. Возила нас вообще, ну, как возили нас вообще та группа эстрадная, которая, ну, компания, которая занимается сейчас Стасом Михайловым, Меладзе. То есть мы фактически как один шоу-проект проездили, говорю, 5 лет. 5 лет. Очень большой проект был. У нас был такой свой автобус двухэтажный, грузились 100 костюмов, и мы на спальных местах по всей стране. Эти переезды безумные были, когда мы, ну, знаете, тысячи километров надо проехать всю ночь, наутро мы успевали только заселиться в гостиницу до обеда, а вечером уже концерты. Всё в живом звуке, требуется невероятных усилий, чтобы быть в форме, в голосовой форме. Всё-таки 2 часа, 30 номеров – это достаточно сложный проект. Ну, как-то мы справлялись. Может быть, от того, что мы очень любим его проекты. Ну, знаете, вот тут такое мнение, что для того, чтобы ходить и слушать оперу и оперетту, публика должна быть какая-то особенная, подготовленная, может быть, такая, знаете, немножко более искушённая, чем, ну, скажем так, массовый зритель. Вы с этим согласны? Или как раз вот для этого вы и делаете, работаете на сцене, чтобы люди, ну, даже те, которые, может быть, привыкли слушать музыку по радио, могли послушать и понять, что это тоже хорошо, и это тоже им нравится? Ну, наверное. Но я думаю, что жанр оперетты более демократичен, потому что жанр оперетты – это музыкальная комедия, и она понятна каждому. Там нет, если в оперном искусстве или там в балетном искусстве всё-таки требуется какое-то немножко понимание этого, какая-то в этом понимать всю эту условность жанра, то в жанре оперетты существуют, во-первых, диалоги, есть содержание, мы разговариваем, мы общаемся, как в драматическом театре. И есть музыкальные номера, которые создают настроение. Оперетты, собственно, это жанр такой очень демократичный и простой. Когда мы привозим спектакль, не требуется ни перевода. Если мы бы привезли сюда летучую мышь или весёлую вдову, или Сильву, для этого ничего не надо. Зрители всё это понимают прекрасно. Но для того, чтобы, допустим, привлечь более молодое поколение, которое вообще не воспитано на жанре оперетту, конечно, мы берём такой вариант более эстрадных обработок, более такой, ну как сказать, более в современном… Во-первых, мы с микрофонами, мы с микрофонами работаем с гарнитурами, то есть мы работаем в эстрадном таком варианте. Поэтому как бы приближаем к такому общему пониманию людей, которые сейчас молодёжь, которые любят всё, чтобы громко было, чтобы это было жизнерадостно, мощно. Ну не знаю, публика у нас самая разная, и молодые, и старые. Ну, конечно, больше всего людей, которые после 30-ти, конечно, они наш жанр понимают больше и лучше. Во-первых, многие воспитаны на этом. Раньше было много и кинофильмов, и на радио, и на телевидении очень много шло. Оперета шла вообще, были вечера оперета в советское время. Мне кажется, что это просто такая незаслуженная как-то невнимание к нам, артистам опереты, это такая какая-то сознательная чья-то политика. Ну, вы сами знаете, что с экрана в телевидении исчезла и балет, и опера, и оперета. И если вы что-то видите, то это, как правило, какие-то западные постановки нашумевшие, которые просто не могут не показать. А если вы возьмёте даже, если мы в своё время, когда я был помоложе и начинал работу, то я знал каждого артиста балета Большого театра, знал всех ведущих солистов Большого театра, народных артистов. Сейчас вы спросите кого-нибудь, даже нас, звёзды Большого театра, мы с трудом сообразим, кто же, собственно, сейчас является звёздом, кто был звёздой балета, мы не знаем, потому что всё как-то ушло в театр, в театр ходит какой-то узкий круг людей, а на экраны не выносятся эти звёзд, их нет. Мы знаем Жмуркину, Метеолкину какой-нибудь, эстрадных звёзд, потому что у них одна песня вышла, её ротация идёт, и в этом есть какой-то парадокс, на самом деле. А мы, которые работаем в живом звуке, работаем, в общем-то, все получили профессиональное образование, высшее профессионально-музыкальное, театральное образование, у нас же не может работать человек с улиц, потому что он никогда в жизни не сможет спеть с оркестром 60 человек, живым оркестром, как в театре мы работаем, он не сможет это сделать, потому что это достаточно сложно. Поэтому, как сказать, вот этот жанр показывает о том, что нам даже, когда мы ездили 5 лет в таком режиме, довольно сложном, по 15 дней, 15 городов, знаешь, нашу необъятную страну, какие дистанции нужно было преодолевать, вот, всегда спрашивали, говорят, а что, вы вот в живом звуке поёте, а как, это невозможно. Почему невозможно? Всё возможно, если ты профессионал. Если ты не профессионал, тогда, знаете, когда там показывают эстрадного исполнителя, который, извините, а под фанеру, я говорю, а если бы он в живую спел, что бы тогда было, была бы катастрофа. Ну, я говорю, вот в этом есть какой-то парадокс, что когда публика настолько привыкла к фанерному пению, а фанерная, это же студийная запись, очень качественная, очень выверенная, так сказать, там всё прекрасно. А у нас-то живой звук, значит, разный зал, разные микрофоны, разная публика, разные, и какие-то огрехи тоже возникают, на самом деле. И, как правило, у нас, когда шло очень, просто вот без всяких сучка и задоринка, все говорят, ну, это фанерчики, не может быть, чтобы ни одной накладки не было. И вдруг как-то мы сказали, надо что-то делать, чтобы все понимали, что это точно живой звук. И тут микрофоны выключаться стали, и мы там ещё что-то во время действия, и нам приходилось просто без микрофона показывать, как мы всё, просто допивать до конца песню какую-то. И вот все видели, что мы можем совершенно спокойно и без микрофона озвучить вот такой большой зал, и нас будет слышно. Потому что мы же работаем в театре, Московский театр оперета, две тысячи зрителей, это огромный зал. И до 2000-х годов вообще микрофоны почти не использовались, мы работали просто вживую и как в опере. Сейчас всё уже, везде техника, везде микрофончики, вернитуры, там где-то всё, ну уже техника такая, как сказать, она позволяет немножко легче работать, на самом деле. А мы начинали, я вот уже в этом году, у меня 30 лет, как я на сцене, опереть в жанре оперета 30 лет. В общем-то такой срок, когда ты уже сыграл очень много ролей, понимаешь, на самом деле, что такой тяжёлый труд, и главная задача артиста оперета быть здоровым. Не талантливым, а здоровым. Потому что выдержать ту нагрузку, как спортсмен, ту физическую, музыкальную, вокальную, танцевальную, всё вместе, вживую, это требует достаточно большой выносливости. То есть, когда мы ездим, мы не позволяем себе расслабляться, потому что если ты расслабишься, то концерт до конца ты не допоёшь, на самом деле. Вот. Ну, достаточно сложно. Но мы уже привыкли, всё-таки это воспитывается, знаете, за годы воспитывается такая спортивная, быть в форме, быть всегда распетой, не всегда... Ну вот у вас было много залов, вы посетили, что можете сказать про наши два? Вы знаете, мы в Пензу ехали, однажды не приехали, потому что у вас театр неожиданно, случился пожар, и вот мы в тот год не приехали к вам. А в этом году вообще неожиданно вдруг оказалась Пенза, и вообще поразились. Два фешенебельных зала построены, вообще филармония, потрясающий зал, вообще таких даже в Москве сейчас нет. Мы не были в том концертном зале, я думаю, что он вообще потрясающий. Великолепная площадь, великолепная... У нас, на самом деле, прям гордость за то, что где-то в Пензе есть такие потрясающие залы. Слушай, в России всё хорошо. Если в Пензе есть такие залы, то, скажешь, у нас всё хорошо, страна идёт вперёд. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.